так теперь после того как мы настроили форму нам нужно настроить наш сайт бар как и говорил ранее у нас в каталоге должен должна быть какая-то информация там у нас будет форма поиска товара у нас будет область область с брендами а также у нас будет область с категориями товаров для того чтобы добавить все это в сайт бар нам нужно перейти вот вкладка внешний вид виджеты что такое виджеты виджеты это самые популярные элементы сайтов такие как изображение различные формы текст какой-то кнопки то ну там их много этих вариантов эти и вид же виджеты могут быть размещены только в определенных местах так называемые виджет зоны вот справа сосредоточенный виджет зоны и от слева все возможные виджеты которые можно разместить нас сейчас будет давайте это скроем нас будет сейчас не рисовать виджет зона shop сайт бар вот она это она пустая нам нужно во первых найти виджет поиск товаров вот поиск товаров открываем этот виджет и нам нужно выбрать виджет зону в которую отправится этот виджет кликаем shop сайт бар и добавить виджет далее нам нужно найти виджет облака меток товара Вот этот виджет, открываем и также в ShopSiteBar ее отправляем. И нам нужен виджет категории товаров. Вот категории товаров и также в ShopSiteBar. Теперь нужно чуть поднастроить все это дело. Значит, поиск таки остается верхним. Облако меток товаров в заголовке. Мы здесь будем как бы отображать бренды. Поэтому вводим бренды и сохраняем изменения. И скрываем. И здесь в категории товаров мы введем каталог заголовок. И поставим чекбоксы во вторую, оставим третью и в четвертую. Вот так вот запомните, нужно вам все поставить. Сохраняем изменения и скрываем. Вы также можете менять их местами. Но сейчас это от нас даже не требуется. И все мы сохранили. И теперь нам нужно перейти к созданию каталога с товарами. Теперь нам нужно настроить наш каталог. Но перед тем, как приступить к созданию товаров, нам нужно завести категории все, к которым относятся товары. Итак, по умолчанию у нас всегда заведена шаблонная категория, которую невозможно удалить. Так, смотрите. Товары. Вкладка. Категории. Вот категория, как бы без категории. Нам нужно ее изменить. Наводим на нее курсор мыши, кликаем изменить. Сюда вводим, например, название джинсы. Желательно вот этот ярлык изменить по смыслу подходящий. Джинс. Да, и подгрузить аватар изображения. Вот, загрузить. Давайте вот так. Все подгрузили. Здесь можете сделать описание. Да, и смотрите, родительская категория. Если бы, например, у нас была уже заведена категория джинсы, и в рамках ее делились, например, были под категории зауженные джинсы, широкие джинсы, то при создании под категории мы вот здесь в качестве родительской категории выбрали джинсы. Но так как эта категория главная, то есть первого уровня, то мы здесь ничего не выбираем. После того, как все завели, кликаем обновить. И пересохраняем категорию. Теперь кликаем назад к рубрикам. И теперь будем создавать все остальные категории. Вот в этой панели она идентична той. Давайте следующую категорию платье. Давайте подгружаем аватар изображения. Все, добавляем. Теперь рубашки. Подгружаем аватар изображения, например. Вот это. Добавить категорию. Дальше свитшоты. Подгружаем. Так вот. Добавить. Далее куртки. Загружаем изображение. Вот куртку выбираем. И добавить категорию. Смотрите, внутри в категории куртки будут у нас под категории. Например, кожаные. Кожаные, да? Куртки. Вот так вот. Выбираем аватар изображения сейчас. Вот, например. Но у нас есть родительская категория куртки. Нам нужно, чтобы при наведении в пункте меню на категорию куртки выезжали две подкатегории. Одна из них будет кожаные куртки. Поэтому мы в качестве родительской выбираем куртки. Добавить категорию. Также здесь будет вторая подкатегория. Это пуховики. И также загружаем. Подгружаем. И вот родительская куртка стоит. Видите? Добавить категорию. И давайте еще. Кстати, убираем здесь. Опять на нет ставим. Костюмы. И подгружаем аватар изображения. Добавить. Ну вот в категории мы завелики. Смотрите. У нас у товаров, товары в основном будут вариативные. У них будет... Что такое вариативный товар? То есть товар, который имеет несколько, как бы, реализаций. То есть он различается по размерам, по цветам, да? То есть для того, чтобы заказать какой-то товар, нужно выбрать размер и выбрать, например, цвет. Вариации... Сейчас я покажу, как правильно завести вариативный товар. Но перед этим нам нужно завести все необходимые атрибуты. То есть размер и варианты цветов. Вот во вкладке товары есть, видите, подкладка атрибуты. Кликаем по этой подвкладке. И нам нужно создать первый атрибут. Например, размер, да? Ввели название. Давайте включим архивы. И кликнем добавить атрибут. И второй атрибут создадим цвет, да? Все то же самое. Добавить. Все. Теперь нужно создать значение для этих атрибутов. То есть если это размер, то значение будет размер S, M, L и так далее. Для цветов цвет. Смотрите. Смотрите. Вот значение. Видите? Здесь есть столбец значения. И установить правило. Кликаем по установить правило для первого атрибута размер. И теперь нужно добавить различные варианты. Да, допустим. Размер S. Добавляем. M. Добавляем. И L. Добавить размер. Все. Все сделали. Давайте теперь снова кликнем по атрибутам, чтобы вернуться в ту панель. И то же самое переходим для установки правил для атрибута цвет. Заходим и тут также цвет. Например, что там у нас синий будет. Добавить. Черный. Добавить. И голубой. Добавить цвет. Все. У нас атрибуты готовы. Теперь у нас все готово для создания первого товара. Переходим во все товары. Так как товар у нас ни один не создан, мы кликаем создать товар. Кстати говоря, я вам рекомендую создавать все товары вручную. Это способствует улучшению вашей оптимизации правильным заполнением товаров. Если загрузить вот эти мусорные все товары из какого-то сайта, то там столько ошибок полезет, поэтому я вам не советую это делать. Это ни к чему хорошему не приведет. Итак, первый мы заведем товар. Это джинсы. В это поле вводим название. Дальше я хочу обратить ваше внимание на правый столбец. Здесь нужно выбрать категорию товаров. В какой категории относится товар. Вы можете выбрать сколько угодно категорий. Если вы выбираете товар к дочерней категории, то выделяется как родительская, так и определенная дочерняя. Также вы можете отсюда создавать новые категории. Выбирать родительские, неродительские. Но все то же самое. У меня все заведено, поэтому я просто отношу к категории джинсы. Метки товаров. Это товары мы будем использовать как бренд. У нас товар бренд дизель. Давайте введем... Отклиска раскладки дизель. Можете несколько меток водить. Или вообще может быть у вас это не бренды. Просто если несколько, то просто перечисляете через запятую и жмете enter. Либо добавить. В итоге она так добавляется. По крестику кликните удалиться. Можно выбрать из часто используемых меток. Кликнув по этой ссылке. Теперь давайте зададим изображение товара. Именно аватар изображения товара. Кликаем по этой ссылке. И выбираем... Вот он. Товар. Теперь давайте добавим дополнительное изображение товара. Кликаем сюда. И выбираем вот... 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 Да. Именно так. Пожалуйста, мы все добавили. Теперь нам нужно вставить подробное описание товара, которое будет отображаться во вкладке «Описание товара». Вот тут видите, вот эта панелька, тут есть две вкладки «Текст», вставляется текст через HTML теги и визуально просто текст вставляется. Вот у нас расширенная панель, вы можете все тут редактировать. Я просто вставлю, вам нужно вставить текст во вкладке «Визуально». Вот я вставил текст. Теперь спускаемся еще в самый низ и тут краткое описание товара. В кратком описании товара – это область, которая отображается рядом с кнопкой в корзине, вот там количество. Здесь мы добавим просто ссылку, таблицу соответствия размеров. Мы просто должны добавить ссылку. Итак, у вас код для вставки этой ссылки будет в описании, в инструкции, не знаю, будет как-то называться код для вставки краткого описания товаров. Там вот вы возьмете, скопируете код, перейдете в текст и вставите его сюда. Визуально вот она ссылка. Мы эту ссылку подредактируем, я вам покажу, как ее редактировать. Но это сделаем чуть позже. Теперь, видите, переходим к этой области, самой главной. Простой товар – это, допустим, кожаный ремень. У него нет никаких вариаций, просто есть тупо цена и все, больше ничего нет. Если у вас простой товар, здесь выводите под базовую цену, если есть у вас акция, то со скидкой, то цену в распродаже. Потом, если вам необходимо, это переходите в запасы, можете вставить артикул, но артикул должен быть оригинальный, не должно быть повторяющегося артикла. Если вы хотите управлять запасами, ставите здесь галочку, указывайте, сколько у вас сейчас есть товара, это в запасе. Выбираете работу с клиентами «Разрешать», то есть, смотрите, «Разрешить предзаказы». В любом случае, «Разрешать предзаказы», даже если у вас нет этого товара. «Разрешать», но уведомить клиента, это вы, если у вас нет товара, клиент при заказе, выйдет ему сообщение, что вы можете заказать, но как только появится клиент «Заказ в наличии», то мы его сразу отправим вам. И «Не разрешать», то есть, если отсутствует товар на складе, то кнопка «Добавить в корзину» будет неактивной. Я обычно ставлю вот этот средний вариант. И границу малых запасов, то есть, если поставите здесь 10, то, если товар останется 10 штук, он будет отображаться, как уже все, как бы заканчивающийся. Ну, вот это тут все просто насчет простого товара. Но у нас товар вариативный, поэтому мы здесь выбираем вариативный товар. Далее, нам нужно зайти в «Атрибуты». Помните, мы задавали атрибуты? И вот из этого раскрывающегося списка мы выбираем первый атрибут «Размер», кликаем «Добавить». Ставим здесь галочку «Использовать для вариаций», кликаем вот сюда «Выберите значение» и выбираем, какие размеры у нас будут у этого товара. Ну, то есть, тут сетер. И сохраняем атрибут. Далее, снова открываем, у нас же еще второй атрибут «Цвет» и также «Добавить». Кликаем «Использовать для вариаций» и здесь также все кликаем «Синий», «Черный», «Голубой». Видите, он сразу у вас серым выделяется, то, что вы уже добавили, если кликните снова, то он уйдет отсюда или по крестику кликайте, так же уйдет отсюда. Сохраняем. Все, когда все сохранилось, мы переходим в вариации. Если бы у вас было соотношение… Ну, давайте я вам проще расскажу. Если у вас там несколько вариаций и у вас не на каждые атрибуты есть свои совпадения, то можете добавлять в каждую вариацию вручную, просто кликой сюда «Применить», «Применить», «Применить». Но если у вас полное совпадение вариаций или почти полное совпадение вариаций, то есть у вас все цвета имеют все размеры, все размеры имеют все цвета, то здесь выбираете «Создать вариации всех атрибутов» и «Применить». «Окей», «Окей». Дальше «Выходить и управлять запасами», например, «Количество запасов ваших 35 количеств в этом размере», «Разрешать предзаказы», «Разрешать, но уведомить клиента» в случае, если отсутствует. Допустим, в описании вы можете ввести какой-то там текст, допустим, «Наличие товара уточняйте у менеджера». И здесь что мы делаем? И артикул, допустим, «Джинсы» какой-нибудь такой. «Джинсы там 0,0,1,L». Вот так вот, да, вводим. Все, и сворачиваем, кликнул вот сюда. И теперь по этой схеме настраиваем все остальные вариации. Итак, я все завел, да, но я тут немножко переиграл. Я артикул не буду указывать, ну, потому что не особо важно сейчас. Если вам важно, то вы указывайте, но учтите, для каждой вариации, каждой модели он должен быть уникальным. Когда вы все завели вариации, сохранить изменения. Так, теперь нам нужно будет... Теперь давайте, я забыл вам кое-что, мы еще кое-что не сделали. Значит, теперь нам нужно, когда мы все завели, мы должны... А, еще вам расскажу. Есть вкладка «Сопутствующие». Если вы здесь ничего не заведете, то по товарам будут автоматически выгружаться хаотично другие товары. Апсейлы. Апсейлы – это товары, которые будут отображаться в карточке товаров под вашим товаром, как рекомендуемые места для покупки, места этих товаров. Все, что нужно сделать, сюда кликнуть и ввести три первых символа, ну, любых три символа из названия товаров. И они будут здесь списком выгружаться по размерам. И вы выбираете обычными кликами, какие товары вы хотите отображать под карточкой товаров. Кросселы – это тоже так, тоже самое действует. Но это такие сопутствующие товары, например, при покупке джинс, можно предлагать в корзине при оформлении заказа на странице корзины сопутствующие товары, например, ремень для джинс, да, то же самое, принцип такой же. Но вот эти три символа, и у вас угрожаются любые другие товары, и вы можете выбрать, какие товары вы хотите отображать. По, в принципе, по вариативным товарам это все. Сейчас мы кое-что сделаем еще. Поднимаемся наверх и кликаем «Опубликовать» для размещения товара. Давайте перейдем в плагины. Я забыл один плагин установить, добавить новый. Вот этот плагин, установить. Я забыл как-то про что-то про него. Это мы создадим вкладки для карточки товаров. Так, давайте в товары, все товары. Видите, мы завели уже первый товар. Кстати, тут нет наличия, тут какая-то ошибка насчет этого. Посмотрите, вот у вас есть товар, который мы завели, для того, чтобы сдублировать его, скопировать. Будет дублировать ссылка при наведении, можно перейти, можно удалить, посмотреть свойства. Но нас интересует вот изменить. Смотрите, тут еще добавилась, теперь у нас вкладка «Собственные закладки». Заходим, кликаем «Добавить вкладку». Первая вкладка будет вот «Характеристики». И вам нужно ставить характеристики. Текст с характеристиками для товара вводит в инструкции при ссылке по описании. В описании ссылка будет. Я просто скопирую сейчас. Если вам нужно такое описание, то можете взять с инструкцией, чтобы не искать в интернете. Я вставил так. Следующая у нас будет «Добавить вкладку». Ну, давайте введем «Заказать», «Заказать», «Заклик». И вот, значит, сюда вставляем курсор. Ну, давайте просто сохраним все эти изменения. Давайте теперь опублику, обновим. И обновим еще. За само окно браузера. Теперь в собственной закладке возвращаемся. И здесь, видите, появилась такая широкая панель. Устанавливаем курсор. Добавить форму. И выбираем уже форму «Купить за клик». Можем по центру выровнять, да? Сохраняем изменения. «Save Tabs». А ну-ка, давайте обновить информацию. И все товары. Кстати, тут опять ошибка эта вышла. Я разобрался, почему ошибка выходила. Смотрите. Туда добавилось новое поле. Статус «Остатка». Нужно в наличии. Везде выбирать. Смотрите. В наличии. В наличии. Видите? Ну, WordPress все время меняется. И тут появляется каждый раз что-то новое. В наличии. В наличии. В наличии. То есть, вы можете с артикулом все это делать, да? Короче говоря, вы можете использовать управление запасом без артикула. В наличии. Ну, да и давайте вот управление запасами поставляем. Управление запасами. Управление запасами. Сохраняем изменения. Давайте обновим. И во все товары перейдем. Вот, теперь видите, все в наличии, все отлично. Теперь нам нужно создать всплывающее окно, у которого внутри будет информация, ну, как бы информация, служебная информация с подбором размеров. У вас в ссылке под видео будет инструкция, инструкция с текстом для интернет-магазина с правильным подбором размеров. Вам нужно просто скопировать весь текст, который имеется там. Затем мы переходим в PubUpMaker. Кликаем, создаем всплывающее окно, добавить новое всплывающее окно. Назовем ее таблица размеров. Все. И здесь мы переходим во вкладку текст, вставляем код, переходим в визуально. И здесь уже можете редактировать. Ну, тут редактировать нечего, тут все понятно. Теперь переходим в отображение, не спускаемся, переходим во вкладку отображения. И все то же самое, что мы делали в Lightbox. Размер ставим маленькая, да, минимальная ширина 100 пикселей. Да, ну, так вот ставим. Анимация затухания и движения, максимальную скорость, плавную ставим. Начало анимации вверх, центр, позиция середина, центр. Закрыть переходим. Здесь альтернативные методы и две галочки в чукбоксах опубликовать. Теперь мы берем все всплывающие окна. Копируем класс созданного нами всплывающего окна. Возвращаемся во вкладку «Товары», «Все товары», где у нас уже заведен товар. Кликаем «Изменить». Ну, а спускаемся вниз вот сюда, да, вот она, эта ссылка. Вот, выделяем эту ссылку. Ну, в общем, можете выделить, кликнуть на ней. И появляется такое окошко. Кликаем «Карандаш». Выбираем «Колесико». Открывается окно. Вот сюда мы должны оставить только решетку, удалить класс. И вставить свой класс. Вот. Все, отлично. Вставили свой класс. Обновить. Все. У нас все готово. Все, кликаем «Обновить». Все, вот так, карточка товара заведена так, как она должна быть по тому образцу, как она должна в идеале выглядеть. Да, кликаем «Посмотреть товар». Там, конечно, мы по дизайну еще изменим. Кстати, смотрите, поиск. То, что мы добавили, помните, виджет в сайт бар. Бренды, каталог. Ну, это мы все подправим, да. Таблица соответствия размеров. Смотрите. Оп. Ну, вот здесь, кстати говоря, мы ее чуть-чуть поменяем, подредактировать. Она слишком большая. Да, и тут выбрать нужно L размер, да, голубой. Видите, меняется цвет. И тут наличие товара, уточняйте, у менеджера. 35 может быть предзаказано. То есть, то, что мы, да. Ну, артикул, нет данных. Мы вот эту надпись, мы подредактируем дизайн, уберем вот эту надпись. Но если вы будете использовать артикул, то я вам расскажу, что его не нужно тогда. Этот код вставляйте сюда. Категория джинсы, метка дизель. Ну, метку мы тоже переименуем. И вот они вот эти вкладки детали. Отзывы мы удалим в вкладке. У нас будет описание, характеристики и формочка. Заказать за кликом. И фу тоже дизайн подкорректируем. У нас самое главное, что у нас все работает. Видите, все работает. Все отлично. Все работает, все хорошо. Ну, опять же, дизайн мы подкорректируем. Видите, цена со скидкой, обычная цена. Дизайн, все эти цвета мы подкорректируем. Теперь, да, все-таки нам нужно разобраться вот с этим окном. Я понял, в чем проблема. Давайте в консоль перейдем. Смотрите, PopUpMaker. Все всплывающие окна. Вот таблица размеров. Изменить. И вот тут, внизу, в отображении, нужно выбрать размер. Не маленький, а средний. И тогда все будет хорошо. Обновить. Так. Товары. Все товары. Вот нас созданы. Наводим на созданный товар. Кликаем перейти. Вот он. Кликаем таблицу соответствия размеров. И вот, пожалуйста, наш товар. Все хорошо. Давайте вернемся в консоль. Теперь нужно вот точно по такому же алгоритму наполнить ваш каталог товарами. Ну, я сделаю, наверное, товаров 10. Получается, 4 товара, еще 3 товара в категорию джинсы. 3 товара в категорию платья. 3 в рубашку. И еще 4 товара в свитшоте, скорее всего. Но так как у нас заведен, помните, код таблицы соответствия размеров. Для того, чтобы нам лишние и лишние настройки не копировать, да, то мы будем вам лучше всего создавать товары через копирование. То есть мы наводим на созданный товар курсор мыши, кликаем дублировать. И создается уже новая карточка с товаром, да, с копированными данными. И все, что нужно делать, нам эти данные просто подредактировать. Алгоритм создания карточки товаров вы уже знаете. Давайте приступим и встретимся с вами сразу после того, как мы все настроим.